Сегодня мы с вами играем в Car for Sale симулятор. Это такой симулятор, где ты строишь свое собственное предприятие по покупке и продаже поддержанных автомобилей. В игре также можно кататься на машинах, оборудовать свое предприятие. Но зачем так транжирить, если у тебя уже есть один прекрасный дом на колесах? Сэм хай, с вами Юджин. И сегодня, друзья, очень страшная мысль посетила меня. Я вдруг понял, что моя мужественность находится под ударом. Поскольку за всю жизнь я так и не смог начать разбираться в машинах. Да, я в машинах практически полный ноль. Но сегодня мы с вами это исправим в игре Тачка на продажу. Точнее на продажу, на покупку, на поездку и еще раз на продажу. Плюс эта игра еще в раннем доступе, поэтому я думаю нас ждет очень много забавных багов и просто прикольных ситуаций. Давайте попробуем все-таки сделать наконец-таки свой собственный бизнес, прибыльный бизнес. Итак, мы очнулись. Вот развалюха у нас стоит. Это даже уже машины трудно назвать, это просто некое жалкое подобие. А это трудно назвать предприятием по продаже машин. Сейчас у меня пока что 7500 рублей. Хороший стартовый капитал, я считаю. А это что такое? Тюнинг машин, починка машин, покраска машин. Наверняка они еще и продают здесь машины. Молодец, Евгений, в хорошем месте открылся. Мы можем не бояться конкуренции. Не, на самом деле я открылся здесь, потому что я максимально уверен в себе. Давайте соберем весь мусор, получаем, кстати, за это опыт выбросить мусор, пока не выбрасывается. Он исчезает автоматически. Зачем мне его вообще убирать, когда я могу просто его вытолкнуть на дорогу? Это не мой мусор, все. Стоп, а это тоже считается мусором? Ну, я же могу прокачать это. Все, ладно, я убрал ее. Стоп, еще нужно три штуки убрать. Игра хочет, чтобы я это убрал, несмотря ни на что. Да, но теперь я не могу достать. Я не могу достать до этого конуса и выйти не могу отсюда. И, соответственно, я не могу продолжать игру. Вот так вот, Евгений, взял и прогорел тут же. Во всем мире только я один знаю, что я проиграл. Даже игра сама этого не поняла. Иначе здесь была бы табличка уже. Game over. О, тут есть кнопка respawn. Все, я зареспаунился. И где я зареспаунился? Что это такое? Это не мое предприятие. Но это мой шанс. И смотрите, уже машину начали ездить. Странно, стоило мне подойти к этой дороге, машины перестали ездить. То есть, вы хотите сказать, что если я отойду сейчас, машины снова начнут ехать? Я не понял, это что значит? Это плевок в мою сторону? Нет, ну погодите, погодите. Стойте. Бежим, 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 бежим. Остановитесь, друзья, стойте. О, боже мой. О, боже мой. Так меня уже давно нет в живых. Мир тебя просто не замечает, пока у тебя нет своего бизнеса. Хорошо, давайте уберем чертов конус. Все. Но теперь я не могу зайти на территорию своего предприятия. Чтобы привлечь клиентов, вам нужно открыть свой офис. Чтобы открыть свой офис, вам нужно пробраться в свой офис. Должен быть какой-то способ зайти в этот дом. Я только что прыгнул в окно и застрял. Ну-ка, стоп. Можно в окно пройти. Эта игра, походу, просто симулятор человека, который пытается присвоить себе чужое здание. Итак, окно. Давайте пройдем через него. Есть! Мы внутри. Все, мы пробрались. А, пошла в жопу невидимая стенка. Я открыл свой офис. Вот главный посыл этого ролика и этой игры. Ты должен сквозь тернистый путь идти и настойчивость проявлять. И твой бизнес пойдет в гору. Давайте сядем за компьютер. Такс, пора закупаться. А, стоп. Тут нужно карту привязать. Я тебе помогу. Серьезно? Окей, давай, говори данные. А, я имел в виду, что подскажу тебе, какую карту оформить. А, окей. А что, если я скажу тебе, что есть карта с кэшбэком рублями до 30% и ежемесячным доходом на остаток? Хорошо, скажи. А, есть карта с кэшбэком рублями до 30% и ежемесячным доходом на остаток. Серьезно? Какая? Конечно же, Тинькофф Блэк. Перейди по ссылке, которую я тебе скинул, оформи карту и пользуйся. Готово. Таким образом, я привел тебя, как своего друга. А как тебя хоть зовут-то? Я тебя даже не знаю. Зато я тебя знаю. Ты все равно не запомнишь мое имя. Верно. И поскольку ты оформил Тинькофф Блэк по моей пригласительной ссылке, я получил за тебя тысячу рублей. Ты вроде бы хотел мне помочь. Так и есть. Теперь у тебя шикарная карта с кэшбэком. По рекомендуй другу оформить карту Тинькофф Блэк до 30 июня, отправив ему свою индивидуальную ссылку приглашения, сгенерировать которую можно в приложении банка, либо перейдя по ссылке в описании. И ты также получишь тысячу рублей. Ааа, я понял. Оля того, за каждого приведенного друга, который начнет пользоваться картой Тинькофф Блэк, ты получишь возможность стать одним из победителей в розыгрыше с призовым фондом в 100 миллионов рублей. Это звучит здорово! И друг тоже будет в выигрыше. Оформив карту по твоей ссылке, он получит один из гарантированных призов. Например, кэшбэк до 100% в популярных гипермаркетах, маркетплейсах и точках фастфуда. 6 месяцев подписки Яндекс Плюс или 3 месяца связи Тинькофф Мобайл. К тому же, воспользовавшись оформленной картой, друг тоже становится участником в розыгрыше с призовым фондом 100 миллионов рублей. Ты был прав, тут только одни выгоды. Если у вас до сих пор нет карты Тинькофф Блэк, вы можете оформить ее по ссылке в описании. Приглашайте друзей и получайте по тысяче рублей за каждого приведенного вами друга. Ну, а теперь давай введем твою карту, чтобы я покупки сделал. Да я не собирался за тебя покупки делать. Все, пока. Черт, ну ладно. Мам! Чего это ты? Мам, тут в Тинькофф классная фишка появилась. Пригласи друга и... Ты мне не друг. Итак, сейчас вам нужно название компании. Пожалуйста, откройте компьютер в офисе и войдите в раздел оформления. Итак, давайте начнем с вывески. О-о-о! Можно название свое собственное придумать. Давайте напишем Stolen Cars. Я планирую украсть машины. Блин, буквы даже за пределы таблички уходят. А, можем шрифт менять. Смотри. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Блин, вот это интересно, прям сразу логотип. Значит, Ти-эс. Нет. Какой-то сатанизм, да? Вам не кажется? Смотрите, а это как будто бы прям логотип какой-то автомобильной компании. Да, вот! Это наш собственный бренд. Женя. Новый автомобиль Женя. Как ничто другое подчеркивает ваш статус. Женю очень легко завести. Женя очень непрожорливый. Выхлопная труба Жени не производит отходов. Женя любит, когда вы на нем ездите. А самое главное, Женя стоит очень дешево. Ладно, мы уже много времени тратим с этой табличкой. Давайте назовем правильно. И пойдем дальше. Cars. Cars and Quas. Cars and Quas. Лучшее название. Заметное. Какой-то контейнер мы можем купить. А, мы здесь будем спать. Ладно, все, баловство, конечно же. Давайте вернемся обратно в офис. Поезжайте теперь в район и купите машину. Можете воспользоваться автобусом. Ладно, давайте воспользуемся автобусом путешествовать. Сколько это будет стоить? 10 баксов. Ладно, нужно в бизнес вложиться сначала, прежде чем он начнет приносить доход. Вот чувак сидит и продает свою машину, судя по всему. И вот чувак стоит, продает машину. И здесь продает машину женщина. В этом районе, что все продают свои машины. Вот, женщина старая наверняка не шарит в ценах на машины. Итак, давайте пообщаемся с ней. Опа. Тут я понял, что у меня не прокачан навык торговли. И нужен навык, который позволит видеть скрытые повреждения автомобиля. Начинает говорить, что 2463 рубля только сегодня. Давайте осмотрим машину, что слишком дешево. Это отчет о машине, и он может быть фальшивым. Надо сделать экспертизу. Как? За 246 рублей я не могу сделать. То есть я должен просто поверить ей на слово. Но такая добрая женщина вряд ли может врать. Давайте купим. Автомобиль. Все. И она сразу ушла. Это вообще ее дом. Это вообще ее машина. Ладно, садимся в тачку. Супер, мы в машине. Хорошо, давайте погнали. Главное не въехать ни в кого. Это же машина, только купленная. А если я въеду в машину, которую продает другой человек? Оп. Машина-то выглядит довольно-таки дорогой. О, что происходит? Что происходит? Какого фига ты едешь? Моя цель сейчас, как следует повредить эту машину, чтобы потом подойти и купить ее задешево. Главное хорошенько разогнаться. Мне кажется, этот план сработает. Оп. На. О, боже мой. Вместе с человеком. Я перевернул продавца. Давайте-ка выйдем. Эээ, вы машину продаете. Вот главное быть на одном уровне с клиентом. Она хочет за 27 тысяч продать эту машину. Ладно, я желаю тебе удачи. Я, к сожалению, покупать ее не буду. Но тебе я желаю максимальной удачи с этой машиной. Все, погнали, друзья. Смотрите, траплин. Уоу. Автомобиль был поврежден. Похрен мне. Я умею торговаться. Я впарю ее кому-нибудь. Оп. Итак, вот и машина на месте. Готовая. Пора открыть свой веб-сайт и выставить машину на продажу. Давайте выставим Хонду. А, надо добавить фотографию машины. Какая детальная проработка геймплея. Подскажите мне, как сделать фото. Пока что игра не дает мне возможности сделать фотку. Давайте цену сделаем чуть больше, чтобы навар был. Заголовок поста. Купи машина. Квас. Подарок. Выставить на продажу. Вот. Что? И вот первый покупатель. Где? Целая очередь выстроилась. Слышите, спрос возрос. А значит и предложение тоже. 4 тысячи рублей. Квас. Покупай. Машина в подарок. Хм. Теперь никто не хочет покупать. Слишком дорого? Ладно, давайте изменим. Хорошо. 3 500. Я думаю нормально будет. Только квас. Никаких машин. Что за нахрен никто не хочет покупать? Убрать с продажи. Еще раз давайте. Ладно, за три. За три так и быть. Машина. Двигатель на квасе. Я уже не знаю, как приманить покупателей в продажу. 3 тысячи. Давай. Игра все еще говорит мне, что у меня есть первый покупатель. Но его здесь нет. Возможно с этой машиной проблемы. Я думаю, что нужно сходить в город и купить другую. О, здорово. Вот эту можно взять. Что? По чем? 13 тысяч. Пошла ты. А ты, дядя? Пожалуйста, давай легкую цену. 2 300. Прекрасно купить. Все, теперь есть новая машина на продажу. Едет хорошо. Стой, 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 стой. Опасно. А слышите, как мотор ревет? Ах. Нет, стоп. Аккуратней. Окей, вот еще одна машина. Давайте продадим ее за 4 косаря. Купи машину. Плиз. Никто не хочет покупать мою машину. Я перезашел в игру и здесь теперь какой-то бомж сидит. Здоров. Что я сделал? А, я ему денег отдал. Блин, у меня же тут неблаготворительность. Что я делаю? Давайте хоть за 2 500 продадим. Buy car. Very cheap. Опа! Клиенты! Отлично! Это вы какую машину хотите купить? Вот эту? Судя по всему, да, давай. Итак, она готова купить за 3 000. Но я пока не могу торговаться, поэтому... Стоп, погоди, секунду, женщина. А купил я за 2... Да, да, прекрасно, прекрасно. Погоди, а сколько ты предложишь? Тоже за 3 000. Стоп, цена завышена? Она хочет купить дешевле. Пошла ты! Вот ты! За сколько ты купишь? 2 700. Я готов уйти. Погоди, погоди. Ты еще не готов уйти. Женщина? Женщина? Ну, что думаете? Ее устраивает цена. Продать. Погоди, бизнесмен шел! Он точно хотел запашлять больше. Ладно, ладно. Хорошо, 2 700. Это все равно больше, чем я за нее заплатил. Продать. 7 800. Вот это навар. Получается 300 баксов. 7 900, по-моему, у меня был. Черт! Я в минусе. Вот, смотрите, есть очень неплохое предложение. Мы можем купить за 4 716 вот эту газель. И мы сейчас ее так впарим. Эй! Нет! Аккуратней! Нет! Вы повреждаете мою газель. Стоп, аккуратней. Хорошо разгоняется. Очень неплохо. Все быстрее, быстрее. Unstoppable. Оп! Летит! Тихо, не переворачивайся. Не переворачивайся. Ааа! Все хорошо. Все хорошо. Пошел ты в жопу, бомжара. Ой, блин. Я даже не заметил. Это даже как-то не ощущалось. Фух, он жив. Погодите, погодите. Погодите, мы же не должны просто так брать и продавать. Давайте-ка приведем эту машину в порядок. Хорошо. Идеально встали. Ремонтировать все детали за 640. Отлично. Новенькая, топовая машина. Мне нравится, как он работает двумя гаичными ключами. А получается так много искр, как будто он сваркой занимается. Все, ты закончил? Умница. Аааа! Четко машина выглядит теперь. Такая блестящая. Надо доставить ее в целости и сохранности. Все хорошо. Ставим вот здесь. Тихо, тихо, тихо. Very good. Давайте. Значит, называется машина Resan Box Truck. 4 700. Нет. Уж нет. Извините. За десятку. Фоток тоже не будет. Извините. Если хотите с фото, 10 500. Давайте, выставляем на продажу. Он же полностью отремонтированный. Естественно, он будет стоить дороже. Опа, идет. Мэм, я вижу, вам очень нравится эта машина. Давайте поторгуемся чуть-чуть. Итак. За 5 700. Ноль повреждений. Ноль повреждений. Отказано. Я возмущен этой наглостью. Одни женщины интересуются этой машиной. Может быть, надо было ее в розовый покрасить? О, внезапно. Как страшно это выглядит. Как будто бы я сказал что-то очень плохое, и Господь прогневался. Ладно, давайте пообщаемся. 4 600. 4 600. Проваливай отсюда. Проваливай, тебе сказал. Я не хочу тебя видеть здесь. И она исчезла. Сдается мне, клиенты больше не придут. Нам нужно найти наш дом. А я понятия не имею, где он. А, контейнер. Вот, вы видели? Сейчас, еще раз. Камера куда-то вот сюда улетела. Вфу. Это куда-то в город надо идти. А, мы можем воспользоваться автобусом, чтобы доехать до контейнера. Поехали, ладно. Мы здесь. Вот он. Так унизительно. Посмотрите на это. Давайте спать. Мы проснулись. Проваливай, не. 6. Э, э, 7 тысяч. Только сейчас. Только для тебя. 7 тысяч. Она предложила 5 845. Я сказал 7 тысяч. Она такая. Дайте подумать минутку. 5 845. Ладно, раз ты такая наглая, тогда я тоже предложу 7 тысяч снова. Это цена. Мне не нравится. Нужно подумать. И опять предлагает 5 845. Хорошо. 6 500. Так и быть. Могу предложить вам 5 845. Мне это не нравится. Отказать. Уходи. Уходи из моей машины. Из моего двора. Еще одна. Почему женщины так любят эту машину? 5 835. Эта тварина хочет мне при... Нет. 6 300. Если вы продолжите пытаться провоцировать меня, моя реакция может быть суровой. Что? Ты мне угрожаешь? Тогда тебе за 15 тысяч. Ну и где твоя суровая реакция? Пошла отсюда. А ты что? 5 766. Каждый из них дает все меньше и меньше. Торгуемся. 6 тысяч. Ладно. 6 тысяч. О! За 6 тысяч продал. Куда она положила машину себе в карман? Да! Мы теперь супер богаты стали. Бизнес начал приносить дивиденды. Нам нужно поднимать ставки. Мы не можем так вот по копейке зарабатывать каждый раз. Давайте возьмем какой-нибудь кредит. 25 тысяч можно взять. До 25. Я имею уже торговаться, поэтому я возьму 30. Принять. Сволочь. Ладно. 25 360. Возьмем по максимуму. Еженедельный платеж 5 579. Итого мы отдадим на 2000 больше. Одобрено. Отлично. Вот так мы и богатеем. Нам нужно найти машину в районе 30 тысяч. Тогда мы продадим ее за гораздо больше. И так мы быстрее будем наваривать бабки. Вот это очень приятная на вид машина. 40. Нет, давай не 40. Давай за 30. Меня послали нахрен. Я еще вернусь. Я помню всех своих обидчиков. А вот этот кроссовер за сколько продашь? 33. О, о, о. Давай торговаться за 30. Я куплю за 30. Неинтересно. Хорошо, давайте просто 33. Опа, есть. Он продал. Нормально так. Скорее мчим домой. Хочу продать ее. А, а, а. Ладно, ничего. Главное, она не повред... А, ладно, вот теперь мы повредили. Да что меня так заносит? Перестань, перестань. Хорошо, что мы можем сделать? Надо затюнинговать ее. А кто будет ее тюнинговать уже время, да? Блин, поехали спать. Мы неплохо поспали. Теперь давайте все-таки поедем в офис. Блин, обидно. Поедем в офис, загоним эту тачку. Смотрите, аукцион открыт сегодня. Это значит, что мы можем быстренько затюнинговать машину. Починить ее. Если, конечно, денег нам хватит. Давай, быстрее. Можем поставить турбо. Нормально. И гоночный... Ладно, у нас больше нет денег. Мы сделали ей турбо. Это уже хорошо. Слышите, какая она турбо. Закись азота. Да, все. Сейчас эффектно появимся на аукционе. И все захотят нас купить. Блин, не так я хотел. Вы купили билет. Мою мать. Я не хотел покупать билет. А, может быть, без него никак? Стоп, а как мне машину свою впарить? Вот, первый лот. Машина моя. О, боже мой. Ладно, сесть. Итак, аукцион начался. Все, эту машину продали. Нашу машину, к сожалению, нельзя выставить. Мы просто так пришли и потратили деньги на билет. Хрень какая-то. Кто-то опять кинул мусор. Какого черта? Это вы тут мусором разбрасываетесь? А ну, заберите его обратно. Итак, продажа. Кар. 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 Ворона. 40 тысяч выставить. Смотрите, куда бы я не кинул мешок с мусором, все равно у меня офис грязный. Это даже не на территории моего офиса. Оказывается, у машин есть коллизия с предметами. Единственное, кого машина не трогает, это меня. Мне вообще не предназначено к машинам подходить. Ладно, я выкину ваш чертов мусор. Все, у нас теперь чистый офис. Открыт. Люди приходят. А, теперь люди сразу-таки заходят. Чувак хочет купить ее за 34 всего лишь? 35. Он согласился за 35. Мы уже на 2000 больше заработали. Это значит, продолжая покупать дорогие машины, мы сможем очень быстро разбогатеть. Все потому, что мы сразу определяем себе уровень наших покупателей. Мы работаем в зоне лохари. Лохари. Давайте-ка посмотрим, что это за бар такой. Это черный рынок. Отлично. Мы можем купить здесь молоток или планшет. Планшет купили. А рожь, молоток. Без понятия, для чего он нам нужен. Планшет мы можем сделать фотки теперь машины. Купим немножко пива себе. Апа. А здесь можно играть в карты. Мы типичный успешный бизнесмен. Мы взяли дорогущий кредит и поставили большую его часть на игру в покер. Начать. Нам повезет. Конечно же повезет. Еще. Я не знаю. Еще. Проигрыш. Нет. Я должен отыграться. У нас теперь ноль. О, боже мой. Хватит. Победа. Есть. Мы вернули наши деньги. Продолжаем играть. Хватит. Проигрыш. Нет. Черт тебя дери. Играем на все. Хватит. Проигрыш. У вас нет наличных. Так. Я теперь что? Разорен? И еще на мне кредит большой. У нас есть планшет. Я сфоткаю этих жуликов. Итак, давайте думать. Что у меня есть из полезного? Как выпутываться? Как выкарабкиваться из этой ябы? У нас есть молоток для разборки хлама на свалке. И есть пиво. Вот сейчас мы решим все наши проблемы. Вот хорошо. Что-то меня пошатывает. Что делать? Как же выпутываться с этого дерьма? Нам к концу месяца 35 тысяч рублей нужно отдать. Хрень полная. Ладно. У меня есть идея. Чертовски классная идея. Вот. Молоток. Для чего он нужен? Хотел бы я сказать, что для того, чтобы грабить прохожих людей, но нет. Вот стоит Бобби. Ему нужен металлолом. Давайте его добудем ему. Как? Я не знаю как. Опа. Есть. Вот так мы и заработаем, друзья. Так мы выкарабкаемся. Бей и лови. Бей и лови. Вот такая тактика у нас. Опа. Машина исчезла. Нет. Сколько ты дашь за это? 400 рублей? Неужели мы сейчас выкарабкаемся из этого говна? А тебе еще пачка. Еще 460 рублей. Этого как раз нам хватит, чтобы отыграться в покер. Ставлю все. А, так у нас 12. Давай еще. Еще. Ааа. Эх, Эд. Что же делать? Ладно, утро вечера мудренее. Пойдемте спать. Завтра утром мы проснемся и поймем, в какую жопу только что влезли. Так, новый день настал. И все, на что мы сейчас можем уповать, чтобы выбраться хоть как-то из этого. Это на добычу металлолома и на везение в покере. Ставлю все. Начинаем. Так. Угу. Еще. Хватит. Ааа. Эх, пощадите меня. Машина тут случайно не появилась, нет? Хм. Еще один вариант, это поспать у себя дома. Отлично, сон спаунит машины. Значит, получается, нам нужно будет добывать эти машины. Идти ложиться спать и возвращаться добывать снова. И чтобы ускорить этот процесс, давайте будем путешествовать на автобусе к нашему контейнеру. Ложиться спать, просыпаться, садиться на автобус, доезжать до своего офиса и обратно на свалку, чтобы потом повторить весь процесс заново. Всего лишь 20 баксов мы на этом процессе будем терять. Однако, иногда будет спауниться целых три машины. Что сегодня? Суббота, шестое число. Этот день я официально объявляю от праздника, потому что в этот день спауниться больше машин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О боже, это очень долго было. У меня болит рука, потому что я месил эту мышку так, чтобы молотком бить. Потому что каждый удар это отдельное нажатие мышечки. Короче, очень было сложно. И в итоге я набрал целых 7500. Ну ладно, этого хватит мне, чтобы купить наконец-таки нормальную машину, продать ее и, в общем, снова встать на ноги. Так, 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 что это за тюремный автобус? За сколько продаешь? 4500. Я куплю за 4300. Есть! О, какой я молодец, торгаш. Нужно срочно продать эту махину. Ведь скоро кредиторы постучатся в мою дверь. Я не могу так с ними плохо поступать. А может, они хотят моих денег? Они будут очень расстроены. Первое, что мы сделаем, это, конечно же, затюнингуем машину. Дрифт-комплект. И гоночный комплект. И кажется, у нас есть очко навыков. Отлично. Разблокировать губку. Супер, мы можем сами теперь мыть свою машину и не тратить на это деньги. Убрана грязь. Убрана грязь. Убрана грязь. Четко. Давайте теперь еще сфоткаем. Нужно красивый ракурс подобрать. Сохранить. Надо детали, конечно же. Сохранить. И немножко саморекламы. Выберем фотографии. Почему они такие темные? Хорошо, вот эта фотка. Потом еще вот эта фотка. И, конечно же, фотка чуваков за столом игральным. За 7 поставим. Грузовик продам, чтобы отыграться. Покер. Давайте будем стоять и улыбаться, чтобы люди не проходили мимо. Никто не идет. О! Мужик. Это справедливая цена. Он купит за 7 тысяч. Он купит за 7 тысяч. Может быть, за 7 500? Немного снизить цену он хочет. Ладно, хорошо. 7 200. Последняя его цена, это 7 тысяч. Окей, хорошо. Продать. Все. 8 680. Однако это навар. О, какой чувак богат. Богатенький. Только я хотел купить у него машину, как он тут же послал меня нахрен. Типа ночью мы не торгуемся, да? Пойдемте спать в свой контейнер. Отвергнутые. Опа, снова этот грузовик. Знаете что? У нас очень хорошо получается ими торговать. За 5 400. Хорошо, я куплю за 5 300. Продано. Сейчас мы быренько починим ее. Пока мы чиним, давайте добывать металлолом. Теперь мы тебя затюнингуем. Дрифт комплекты гоночной. Установить подсветку. Суперские колеса красивые. Есть. А, это подвеска, а не подсветка. Я считаю, нужно сделать красивые фотки, чтобы машина смотрелась выгодно. И лучше всего подчеркнуть статусность нашей машины поможет свалка. Ведь если мы сфоткаем ее на фоне псратых тачек, все сразу поймут, что эта машина лучше всех. И надо немножечко фоток для сравнения. У вас могла бы быть такая машина, а будет вот такая. Супер. Выставляем на продажу. Фотка номер 1, фотка номер 2 и номер 3. Мы потратили на эту машину целых 8 471 рубль. Чтобы заработать на ней, нужно ставить 12. И какое-нибудь прикольное название для объявления. Ты настоящий мужик? Купи грузовик. Выставить на продажу. А вот ты покупатель. Она предлагает 8 тысяч. 10. Мое последнее предложение. Пошла-то она не хочет. За 8 тысяч нет. Гробой я видал твои цены. Надо ее почистить, она загрязнилась. Все, кажется, полностью убрали грязь. За 8 800. Десятка я тебе сказал. 8 800, я тебе рот вымою сейчас за такие цены. Что за нафиг, почему? 7 100. Отказать. С каждым разом следующий человек предлагает все меньшую стоимость. Все, я снимаю. Я снимаю с продажи эту машину. Давайте сделаем за 9 500. И все-таки поставим фотку страшных чуваков за игральным столом. Мне кажется, это как-то сработало. Купил быстрое. Женщина идет. Здравствуйте. Она хочет купить ее за 7 900. Очень хорошая цена, но что если 8 600? Хотя бы немножко заработать. 8 600, тварь. Все, пошла нахрен тогда. Вот, чувак хочет купить за 8 485. 8 700 предложим ему. О, купил. О, купил. Отлично мы заработали. Мы теперь даже можем оплатить счета. Итого у нас есть 9 300, чтобы продолжить дальше зарабатывать деньги. Я купил себе новую тачку. Она выглядит довольно-таки неплохо. Всего лишь за пару тысяч. Но сейчас я ее все равно не продам, поэтому давайте ляжем спать. О, что произошло? Это потому что я машину оставил здесь? Ой, мы устроили адскую аварию. Простите, друзья. Ничего не поделать. Прежде чем продать машину, нужно сделать хорошую фотку. Отлично. Теперь мы ее полностью восстановим. Что это было сейчас за говно? Только починил сразу же вкоцал. Ааа, мусор. Слушайте, если мусор дает опыт, то почему бы нам просто не продавать мусор? Чтобы набирать опыта, я хочу вкачать как следует свою возможность торговаться. Для этого мы будем спать день за днем, ночь за ночью мы будем спать и накапливать мусор. Вот, опыт привалил. Немножечко осталось. Ай, блин, не хватает одного. А, погодите. Есть! Давайте, торговля. Вот, фотка. Идеальная, да. Продадим за 4 500. 4 500. Ири. И сразу побежали за новой машиной. Давай, какое ему дешевое говно купить. Вот, кажется, дешевейшая, наидерьмовейшая машина. Посмотрите на этот цвет. Извините, пожалуйста, что я так вслух говорю. За сколько продадите? За 3 200. За 200 600. Ладно, 2 800. Хорошо, будет по-вашему. Теперь главное аккуратно, без повреждений, доставить ее в офис. Я хочу много денег заработать. Он уже стоит. Целых 3 человека. Это аншлаг. Выставляем сразу следующую машину на продажу. 3 260, 3 500. За 3 300 он хочет. Давай 3 500. Есть! Купил. 3 600, давай 3 700. Купил. Итого у меня 9 300. Мы выбрались из жопы, друзья. И все это для того, чтобы вы думали расплатиться по кредиту? Нет, отыграться в покер. Будем ставить 1 3 от нашего капитала. И я все прозрал. Приходите в Cars & Quas. Что ж, сегодня мы узнали очень много нового. Первое. Я не разбираюсь в машинах. Второе. Я не разбираюсь в бизнесе. И третье. У меня есть азартная болезнь. Не очень хорошие условия для развития успешного бизнеса. Ну, раз у меня хороший бизнес не получился, может быть, этот ролик вышел хорошим. Если так, то поставьте лайк, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь, конечно же, на канал. Не забывайте про все мои соцсети, про мой бусти и про теплые обнимашечки. Потому что я бездомный. У меня куча долгов. Я не знаю, что мне делать. С вами был Юджин и всем пять!